Ну что ж, продолжаем. Вот мы и согрелись. Уже с дневной версии города перешли на вечернюю версию. Вечерняя уже заканчивается. Скоро начнется ночная версия. Скоро прям совсем. Когда стемнеет, я запишу именно ночную версию. А пока что еще прочитаем про другие небоскребы. Например, вот есть Тайбэй, Тайвань. Количество этажей 101, 509 метров. Тайбэй 101 стал первым построенным в мире небоскребом, превысившим высоту полкилометра первым рекордным по высоте зданием, из построенных в 21 веке. А также был самым высоким с 2004 по 2008 год в мире. И с 2003 по 2007 год в Азии. По сей день является самым высоким строением на Тайване. В этом небоскребе находятся самые высокие двери, поднимающиеся скоростью 60.6 км в час. Ну это прям, я не знаю. Это, наверное, прям скорость падения, что ли. Даже, наверное, физически это будет ощущаться пострашнее. Так, а здесь уже перед нами, что, река замерзшая. Там еще какой-то небоскребик, такой светится полосатеньким оттенком. Там какой-то плацдарм полукруглый. Сейчас еще глянем на следующие небоскребы. Уиллис Тауэр, Чикаго, США. Вот так это выглядит. Так, после завершения строительства в 1974 году, это было самое высокое здание в мире, это звание небоскреб удерживал 25 лет. Сейчас Уиллис Тауэр, это второе высокое здание в Соединенных Штатах после башни Свобода. Здание наклонено на запад на 10 сантиметров в связи с нескольку асимметричным дизайном, который создает неравную нагрузку на фундамент. Видите, как у меня штаны прям фигачат от ветра. Холодно мне здесь, однако, холодно. Сейчас дальше поснимаем. В ночной верестве дождусь, и уже буду идти греться. Вот так это все выглядит. Сейчас давайте следующий небоскреб прочитаем. Так, 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 так. Уиллис Тауэр, Тауэр, Чикаго, США. Так, 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 так. После завершения строительства, в 1934 году, так, так, так. и продолжим так после завершения небоскреб удерживал 25 лет так по моему это можно читать так следующая а всемирный торговый центр 1 нью-йорк сша так это выглядит на проекте так на фотографии небоскреб известный как башня свободы является центральным зданием в новом комплексе всемирного торгового центра в нижнем манхэттене расположенном на месте центра разрушенного 11 сентября 2001 года включавшего в себя в башне близнецы является самым высоким зданием в западном полушарии а также седьмым по высоте в мире вот как то так сейчас давайте дальше пройдемся посмотрим я сейчас гляну если дальше еще какие-то эти названия небоскребов а если а больше нету то этих самых фотографий осталось совсем немного вот здесь западная часть екатеринбурга по моему краски здесь можно и проходили здесь особенно дует лютый ветер да еще немного осталось не раскребов все таки давайте осилим следующий потому что лютый и дует ветер 555 метров количество этажей 123 а здание стоит на берегу реки Халкан представляет собой стройный конус с выпуклым в средней части силуэтом внешняя отделка напоминает традиционную корейскую пирамиду даже с первого по шестой занимает магазина с седьмого по шестой